Кстати, оплачивают кировчане с помощью квитанции работу дворников, которые должны расчищать жилые зоны от снега. Правда, коммунальщики не всегда и не везде исполняют свои обязанности надлежащим образом и в срок. Какое наказание грозит за несвоевременную уборку снега, знает Ксения Фрик. Оградить снежную свалку ленточкой еще не значит соблюсти требования благоустройства территории. Весь снег управляющие компании должны сразу вывозить на полигон. Складирование во дворах запрещено. Здесь, в микрорайоне Чистые пруды, требования регулярно нарушают. По таким снежным горкам даже дети уже катаются. А дворы почему не чистят? Не знаю. Может, времени мало? Скорее всего. Почему дворы утопают в снегу? Ответ на этот вопрос не знают даже сами рабочие, которые вроде бы обязаны чистить эту территорию. Это надо не меня, не рабочего спрашивать, надо у начальства спрашивать. Почему, да как? Как заявка есть, так и чистим. А то есть по заявке только? Ну, если дом на управлении, то сами чистим. Если так, то по заявкам. Работу управляющих компаний регулярно контролируют в администрации города. И регулярно они выявляют нарушения. После последней проверки на управляющую компанию Интехсервис были составлены несколько протоколов об административном правонарушении. Теперь за эти нечищенные дворы им грозит штраф до 200 тысяч рублей. Управляющая компания, согласно правилам внешнего благоустройства, должна добросовестно исполнять возложенные обязанности. Заявки не взять? Без заявок. Да. То есть если многоквартирный жилой дом находится в управлении, в управляющей компанией, в ведении, то она должна чистить без заявок. Без заявок и своевременно, после многочисленных предписаний от администрации города, здесь начали уборку снега. Но понести наказание за нечищенные дворы управляющей компанией все-таки придется.